Итоги 55-го концертного сезона подвели в Североказахстанской областной филармонии. Как рассказал руководитель филармонии Бутагос Акмагомбетова, всего лишь половина сезона была отработана. С начала пандемии концертная деятельность приостановлена, но с другой стороны нынешняя ситуация помогла сделать выводы и посмотреть на работу совсем под другим углом. Именно вот этот период, он дает большую возможность самореализоваться тем людям, которые, может быть, где-то стеснялись, где-то им не так много внимания уделялось в процессе работы. Сейчас у них есть возможность себя показать в своих сольных концертах. Кто-то себя реализует в онлайн-уроках, показывая и обучая игре инструментов, на которых они играют. И либо просто проводя сольные какие-то концерты. Каждый творческий коллектив работает над новыми проектами и идеями, чтобы после окончания карантина удивить и встретить слушателей. Как поделилась Бутагос Акмагомбетова, шьются новые костюмы для хореографических ансамблей, закупается современная звуковая и визуальная техника. Художник Даурен Макин ведет активную подготовку к проведению персональной выставки. Основная тема его работы – это быт казахского народа. В последнее время автор стал больше уделять внимание батырым и казахским воинам. Одно из таких произведений – полотно «Оспан-батыр», которое, возможно, в ближайшем будущем окажется в военном музее. В настоящее время художник работает над картиной Хыску. Эту работу я пишу больше года, даже второй год, но я ее просто отставлял и занимался другими работами, эскизами, в каких-то конкурсах участвовал. Потом решил ее немножко по-другому вести, она в цвете немножко другая, и по деталям там кое-что изменилось. Поэтому иногда бывает в процессе, ты можешь начать, и в процессе ты понимаешь, что тебя что-то не устраивает, и ты вносишь какие-то изменения. Это бывает в творческом процессе. Сам Даурен родился и вырос в творческой семье. После окончания школы поступил в Алматинское художественное училище. Пробовал себя и в бизнесе, но стремление к творчеству привело его в Санкт-Петербургский государственный академический институт имени Репина. Творение Даурена Макина зрители смогут увидеть и оценить мастерство автора на персональной выставке, даты которой, по понятным причинам, еще неизвестны. Известный виолончелист Лука Шулич опубликовал новый видеоклип на своем YouTube-канале. Он представил свое видение первой сюиты для виолончели Иоганна Себастьяна Баха. Видеоклип музыкант записал на северо-востоке Италии на фоне заснеженного высокого горного перевала Селла-Нивея. Исполнение шедевра в итальянских Альпах привлекло большое внимание онлайн-аудитории. Именно яркие, запоминающиеся клипы на YouTube принесли музыканту мировую известность. Нидерландская национальная опера и балет предлагает виртуальным зрителям большое разнообразие онлайн-проектов. Они доступны на официальном YouTube-канале театра. Артисты раскрывают секреты за кулиси, делятся своими переживаниями и наблюдениями. Особый интерес привлекают проекты балетной труппы. Участники проекта по-новому открывают для себя родной город и выражают свои чувства в танце. Амстердам. Это не открытка, говорят они. Это место, где мы живем. И с головкой. Сейчас локоток придерживаем. И порт-дебра. Желающие поближе познакомиться с балетным искусством могут присоединиться к мастер-классам Мариинского театра. Артисты балета проводят классические уроки, объясняя тонкости этой кропотливой работы. Занятие в онлайн-формате прошло под руководством педагога-репетитора Эльвиры Тарасовой. Элементы и упражнения у станка продемонстрировала артистка балета Мариинского театра Мария Ильюшкина. Она является лауреатом международного конкурса Валентины Козловой. Окончив четыре года назад Академию русского балета имени Вагановой, она сразу поступила в труппу Мариинского театра. Академия